Субтитры сделал DimaTorzok Решил продлить агонию этой чахотки и поменять цепь Регламент есть регламент Если она, не дай бог, рванет или перескочит В лучшем случае попадаем на ГБЦ, на загнутые клапана В худшем случае, если фаза будет не очень удачная, клапан сломает и еще зафигачит зеркало, а это двигатель А учитывая то, что в стране кризис, я сейчас не готов менять двигатель Я подумал, что лучше все-таки потратить четвертак и поменять цепь в рамках регламента Нежели потом менять двигатель Любое Краилово ведет к Попадалову Много раз я это говорил и сейчас мне не хочется тратить лишних денег, тем более на эту чахотку Поэтому я реально решил поменять цепь И в ближайший год, я надеюсь, она еще будет тарахтеть долго и счастливо, год-два А там даст бог и ситуация улучшится И можно будет ее на что-нибудь другое, более человеческое поменять Но так или иначе, чем это будет интересно для вас? Помните все эти истории? Я даже в прошлых видео делал на этом акцент, что в свое время на этих моторах ваговских цепи растягивались и рвались даже в гарантийный период И дилеры говорили, что ребята, вы просто оставляете машину на передаче и цепь растягивается Я считаю, что это искренний бред по-прежнему И хочу вам об этом рассказать предметно Мы сейчас приедем, всю эту штуку разберем Потому что на картинке посмотреть в интернете, конечно, можно Но ничто не заменит того, как ты смотришь своими глазами, своими глазами видишь и своими руками щупаешь Где, что, как идет цепь И предметно посмотрим, возможно ли такое, что если ты оставляешь машину на передаче У тебя бы растягивалась или вытягивалась цепь Я по-прежнему считаю, что это дикий бред И это просто лишний раз ребята хотели слиться от гарантийного ремонта Но, так или иначе, цепь надо менять Цепь надо менять, иначе будет жопа Я прям чувствую, и это всегда происходит в момент, которого ты не ждешь Но я сейчас не готов к колоссальным страданиям Очень много делал, очень много чего надо делать и по основной работе И поэтому в рамках блога просто давайте поменяем эту чертову цепь И забудем о ней, как о страшном сне Чтобы я Шкоду эту не видел еще, не знаю, ну, хотя бы полгода Раннее утро, потихонечку собирается народ Машиномонтажный сезон разгорается, разгорается Господа, я вас категорически приветствую А я-то думал, у меня трудности Мерседес, 273-й мотор, пушка, гонка Что с ним, почему так? Потому что дяденька купил один раз Мерседес Думал, у него хорошая машина Вот, ехал, 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 что-то сломалось Поехал в гараж к какому-то дяде Алику или дяде Васе Я не знаю, ну, в общем, с одной стороны Голову делал, наверное Красный герметик Это, наверное, какой-то дядя Алик делал А вот это вот, да, ну, тут он должен быть черным Но не такой Тут стоит Виктор Рейнс Ничего не могу сказать про Виктор Рейнс Но намазано, конечно, все ужасно А это, наверное, какой-то дядя Вася уже делал Тоже, наверное, в гараже То есть правую голову у нас сделал дядя Алик Левую голову у нас делал дядя Вася Соответственно, меняли цепь, меняли цепь, цепь меняли Но успокоители почему-то оставили старые При этом все снималось Я не понимаю, что им... А это экономия Так оно всегда бывает Очень часто я с этим сталкиваюсь У них не хватило духу снять переднюю крышку Просто, наверное, они не хотели заморачиваться Вот Ну и, собственно говоря, что произошло Они переклепали цепь, протянули, как это говорится, да? В некоторых... А, переклепали, протянули? Ну да, в мануале так можно же поменять, понимаешь? Они пошли по такому способу Не посмотрели, что там у них успокоители Ну вот, вот... Сломаны Ну, что-то, да, было, наверное, уже изношено, сломано Жизнью побитая И что в итоге получилось? В итоге получилась вот такая крошка Вот такое крошево, да Да, и цепи начали звякать Месиво крошево То есть, сначала, наверное, сломал один, скорее всего Потом второй Ну, это как цепная реакция пошла Но вот это то, что мы видим Задиры Вот эти задиры, да? Вот-вот Распредваловое масляное голодание Да, масляное голодание Это посредством того, что Этот мотор вообще масляное голодание не страдает Он просто... Либо оно кончается масло Либо забивается маслозаборная сетка Ну, в данном случае, да Успокоители, которые разлетелись Они забили маслозаборную сетку в масляный насос Да ладно, а есть? Остался насос? Ну, там, да Что-то высыпалось, что-то нет Я не сказать бы, что он там встал Но туда попадало Там вот еще остаточки такие Да-да-да Ну, это я уже повысыпал оттуда Поэтому была эта Ну, и, собственно, цепочка вот масляного насоса У нас не миненная осталась Она у нас старенькая была Из-за рождения А вот эта цепочка, она уже более-менная Светлая такая Знаешь, видишь, она серебрячая Ну, я не могу сказать Сейчас по оригинал или не оригинал Ну, вроде ничего не написано На ней ничего нет, да Непонятно Болты головки блока Понятно, что их никто не мерил, понимаешь? Их надо мерить, когда Снимаешь головку блока На предмет вытяжки Ну, их никто не мерил И закрутили То есть, правая голова у нас открутилась нормально А вот левая Левая голова Почему говорю левая? Потому что мы стоим к мотору Мотору слева Передом, да, как говорится Вот с правой стороны Это правая, да, у нас сейчас Но, по идее, это левая То есть, когда ты сидишь за рулем Это у тебя левая сторона Вот там На шпице Да, ну, там вряд ли Ты увидишь Там очень такое темное И оттуда уже болт выкрутился Там с остатками А, с резьбой? Маленькая ниточка вылезла То есть, резьба была потянута То есть, раз Два То есть, здесь по-любому Демонтируем мотор Разбираем его полностью Почему? Потому что, ну, во-первых Шестерни все надо менять Тут пластик посыпался И будем смотреть, что у нас С подшипниками коренными С вкладышами Шатунами коренными И смотреть состояние Весь по деньгам получится Проще любой мотор поставить Коленчатого вала, да Ну, то есть, это все мы посмотрим Все это отпишем А там человек будет решать сам Ну, могу одно сказать, что Караиловы ведет к Попадалову Всегда Да, 100% Последние новости Новости последней минуты Новости последнего часа Походит заголовок, все И думаешь, что случилось А вы сначала нажимаете на колокольчик И потом А новость уже двухтенейная Да, если мне это уже Позвали, это уже все Уже там уже Взяли два дня назад Ветт вами Этрища А так уже два дня знаю Полево Колокольчик он такой Короче, всем блогерам надо сказать Чтобы никто не говорил Подписывайтесь на канал И ставьте колокольчик Да, да, да Да, хватит Между прочим Мы уже все разобрали И я хочу сказать Тарас Сергеевич Все-таки Опоздал Это лучше, чем не приехал Согласен с тобой Поэтому я приехал вовремя Смотри, как тут все красиво Обрати внимание Да За всю историю эксплуатации Данного рода автомобиля Использовалось Действительно Хорошее, качественное масло Что мы видим Мотор достаточно чистый Но Чуйка моя Не подвела Если мы посмотрим вот сюда Ну вот Мы увидим Насколько вышел натяжитель То есть Еще немножко И все Было бы Швах Да, я на 100% уверен Что в этот двигатель Никто не лазил Почему? А вот потому что Если мы посмотрим На нем стоят Оригинальные шестерни Вижу Которые сделаны в Китае Одна шестерня распредвала Вторая шестерня распредвала Тоже сделана Замечательной Поднебесной Потому что Когда мне принесли Оригинальные запчасти Можно нас попросить? Да, да, да Оригинальные запчасти Я смотрю Шестеренки Шестеренки Ориго 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 Но все-таки С ГРМом Лучше не шутить Конечно С цепочки тем более Ты, кстати, пропустил Там чувак Он там на Мерседесе На 273 моторе Сэкономил с ГРМом А, да? Потом покажу То же самое То же самое Ориго Чина 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 А теперь самое интересное Давай Я все понимаю Но вот это вот Шестерня Шестереночка ГРМ Коленвала Коленвала Качественная У меня Я вижу На велосипеде Аист Было больше Ты на мотор посмотри Там цилиндров не хватает Чего ты удивляешься? Да, цилиндров Сидатом не хватает Да, и вот знаешь На самом деле Меня еще что удивляет Я не вижу На распредвале Этот Под Шпонок Шпонок Он бесшпоночный Как он бесшпоночный? То есть он уже провернулся? По мануалу Новые болты должны быть Окей, хорошо Дальше Новый болт коленвала Окей, хорошо Мы разобрали Вот фиксаторы Сейчас я подсвечу тебе Вот фиксаторы Распредвалов Раз, два Все Зафиксировано Все Дальше То есть если момент Ты пролюбил немножко То все У тебя будет крутиться Не надо Не надо пролюбливать момент Есть мануал Понимаешь? Надо помолиться Нужно моментом Завернуть на лактайт Я понял Понял Я смотрю Здесь сальнички Свечечки Эти всякие Башпаки на тяжелитель А вот теперь внимание Давай Это тоже очень интересный момент Я честно говорю Я в этот двигатель Лезу первый раз в жизни То есть в подобного рода Двигатель я еще не лазил Я не знаю как работает Ваг Я никогда этим не интересовался То есть мое Развитие В рамках Volkswagen Остановилось на Б3 Passat С моторами EZ Трф такие Достаточно простые моторы В крайнем случае В R6 Ну потому что фановая тачка Свежие моторы Вот эти Относительно свежие Я не знаю Но Обратите меня Вот на эту штуку Я сначала думаю Что это за хрень А потом до меня наперло Вот эта пружина Это пружина Вот это натяжитель цепи Масляного насоса То есть Все что нас отделяет От натяжения масляного насоса Это вот эта планка Simple clever решения Охренеть Это все что в багажнике Вот эта штука висит Если мы посмотрим на автомобиле То мы увидим Что это выглядит вот так Да смотри Вот это хреновина Да и вот там вот такой вот Я сейчас попробую Да чтобы людям Нашим учительным подписчикам Было видно Вот это болтик И вот цепь Да вот болтик Вот цепь Вот это Все вот это натягивает Вот это натягивает цепь Все Красота Красота Все гениальное просто Среди бегущих Первых нет Отстающих Что нам тебе это Все поддон надо снимать Да Тель масляный Вот эти все Да 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 Сейчас всю эту историю Будем менять Но Но при всем при том При всем при том Я хочу отдать должное вагу Я когда эту машину покупал Лет Ну очень приличное количество лет Лена может быть Она Это помойка десятого года А я купил ее по-моему В двенадцатом А сейчас двадцать Восемь лет Восемь лет На ней был пробег Что-то двадцатка Что-то такое И За эти восемь лет Она не делала голову Ну она реально голову не делала Учитывая все вот эти вот Запчасти подобного рода Которые мы видим Вот такой вот Вот этот Вот натяжитель Вот эту игрушечную шестеренку Все это работало То есть сотку Сотку Она тараканила без проблем Я не знаю что будет дальше Но учитывая Современные тренды После сотки Все должно превращаться в тыкву Да Начинается все самое интересное Да и в принципе превращение началось Но Я как уже говорил Нашим очередным подписчикам Мне очень хочется Продлить агонию Этой чахотки Еще хотя бы на год Ну год Да Хотелось бы Хотелось бы Лучше на два Ну у нее нагрузки Не те Чтобы она как-то Сыпалась Сломалась Это же чахотка Ты не знаешь Мою бывшую жену Ну что Ну не видно Что она ездит В отсечке Понимаешь То есть у нее Нагара Здесь нет ничего Это просто масло хорошее Ездит она в отсечке Да Да Она на самом деле Любит поновать А кстати Вот еще вопрос Чего Я хочу поговорить С нашими очередными подписчиками Значит пацаны Смотрите Почему Я провел Социологический опрос Ты кстати Тоже в нем Участвовал Между парочками Я не помню Что ты мне Все время Что-то задаешь Какие-то вопросы Это социологический Опрос Я просто складываю Общую картину Потом подводим В итоге В чем суть Я провел Опрос между Женщиной и мужчиной И спрашивал Механика Или автомат И у тебя Я тоже спрашиваю Ты мне что сказал Автомат Спросил сам у себя Автомат Алексей Михайлович Автомат У всех Кого знаю Независимо от достатка И занимает должности Автомат Спрашиваю Девчонок 50% Даже больше Где-то Ну почти 60% Если быть так Ну немножко Есть погрешность Говорят Механическая Коробка передач Я спрашиваю Почему Ну мне нравится Управлять переключаем Это может быть Концентрация За палку держаться Это же Это физиологически Для женщин Нам то что За эту палку держаться Нам быстро Разжал палку Перевел в драйв Это удивительно Сергеич Но это факт Это факт Лет 10 плюс назад Я сам был Исключительно За механику Ну в рамках Нищеброса Потому что Автоматические коробки Были не изучены Будет геморрой Но теперь коробку Можно автоматически Причинить практически везде И в этом нет проблем Поэтому в механике Нет необходимости Но И женщины здесь раскрылись Конечно Я тебе говорю Физиологию не обманешь Понимаешь У них это на генетическом уровне Они должны всегда За что-то держаться Если они не держатся За мужчину Они обязательно держатся За палку За палку Да Понимаешь Это физика Раз хватилось Все Мое Еду Все Хорошо Все Отлично А у нас как Один палец носу Другой в жопе Едешь Кайфуешь Абсолютно нравится Две педальки А на некоторых У старпёров Еще и на руле Как на 21-й Волге Понимаешь У тебя есть привычка Ты к любой машине Садишься И подруль Подруль Да Дворники включаешь Что это дворник А нет Это драйв Короче вот В общем Сейчас всю эту историю Будем разбирать И менять И менять Ну потому что Цепь реально вытянулась Еще бы Ну для очистки совести Наверное Еще бы 20-ку Она проехала И могла бы И дрюкнуть Ре регламент Да Ре регламент Не надо изобретать велосипед Как в мануале написано Так и делайте Все И будет тарахтеть Оригинальные запчасти Сделаны в Китае Какие же вы Все-таки Молодцы Это не только Применимо к Вагу Это сейчас уже везде БМВ Мерседес Тойота Они не ломаются Не надо Что ты рассказываешь Это же божественная Тойота Они не ломаются Да 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 Зайди на форум Тойотоводов Почитай Как они не ломаются Провис по цепи Угу Вот Подтягивай стороне А эта сторона натянута И вот натяжитель натянут Да Здесь натянута А здесь провис Да При всем том Что коленчатый вал Стоит зафиксированный Жестко И два распреда Зафиксированные Тоже жестко стоят Еще чуть-чуть И показала бы ошибку По цепи По фазам Да По фазам Это вот опять же Все к разговору К тому что Смотрите Когда бывали гарантийные случаи Вот Ребят Посмотрите Те кто Комментарии Будет писать Каким образом Каким образом Если машина Стоит на передаче Посмотрите на схемотехнику Эта вещь упрямая Каким образом Она может Вытягиваться Ну на самом деле Ну никак Понимаете Это был просто Элементарная Отписка Муха мертвая Или пчела Это умысляет Видишь Ставят Побалансируют Две точки Одна точка И вторая точка Да И балансировочная вал Да еще есть Мне интересно Еще износ На шестернях Посмотреть Мы сейчас их снимем Цепи на провисание И шестерни По зубам Посмотрим Насколько спилило Сто тысяч Сто тысяч пробега Так Момент истины Идем вниз 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 Оп Звено 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 А такая капитальная разница Представляешь Растянуто на одно звено А могут быть Такие большие Посредства Да Я хотел посмотреть Шестеренку Смотри Давай посмотрим По износу Шестеренка стояла На машине Видно Видим здесь Такие да Небольшой наклеп зубчиков Вот это Новая шестеренка То есть В принципе На самом деле Если Вы будете Менять Цепь ГРМ На этом Моторчике 1.2 То по большому счету Эти штуки Можно оставить Да Можно оставить Но поскольку У нас уже есть Новая рига Мы поставим Новые Однако Поэтому По коленвала Давай Если мы посмотрим На шестеренку Коленвала Мы посмотрим Что здесь Достаточно Большой наклеп И даже Просматривается Серьезный износ Эту 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 меняем 100% Эту меняем 100% И я Даже Примерно Представляю Почему Он произошел Смотри Мотор Вращается И вот Здесь Когда цепь Растягивается Она Несколько Послаблена И получается Она по этой Шестеренке Начинает Постукивать С одной стороны Где мы видели Как раз Такие Растяжение А с другой Натянуто Да Потому что Если мы посмотрим С другой Стороны То мы увидим Точно такую же Херню Вывод Она стучит С двух сторон Дальше Меня Как всегда Кто-то хочет Буду ли отвечать На звонок Сейчас Нет Сальник 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 Итак Обратите внимание Сальничек Сальничек У нас стоял Сейчас Я сниму перчатку Да Он все равно Старый Да Срава Выушный Сальничек У нас стоял Беспружинчатый Беспружинчатый Странно Да Бумажный Но Поскольку Георгий Александрович Любит Олтаймерство Да Любит Пружинки Потому что Пружинку Можно всегда Подтянуть Я давно Уже так не делаю Я давно Уже так Можно Да А на том Нельзя Если у вас Большая Выработка Можно не Шлифовать Если вы В гараже Можно Подтянуть Господи Какой я Старый Какой Лютый Колхоз Короче Здесь По старинке С пружинкой Видим Все Есть Теперь По башмакам По башмакам Давай А на башмаках На самом деле Этот стоял На машине А этот вот здесь Где новый не стоял Нет Вот этот Вот этот Вот они Вот они Два пара Как бы здесь Видно что Износ небольшой Есть на сотке Но он Но он Есть Однако Однако Есть вещь Которую я Верну обратно В магазин Какую Это Тот самый Натяжитель Вот с этой самой Пружинкой На которой я кипяточил Если мы посмотрим сюда Мы просто не увидим Износ Это башмак Натяжителя масляного насоса Да Он вообще с минимальным Цепи масляного насоса Оставим Орегу Да Да Оставим этот Ну то есть Как бы я не вижу смысла Просто иметь Ну реально не вижу Он практически Ничего Ну там просто усилия Нет практически Никакого Поэтому с этим проблем нет Да А вот теперь Наверняка Всем будет интересно Посмотреть Вот масло заливное На проклятую крышку Изнутри Какая маленькая Небольшая щель Вот она Давай мы сейчас Сейчас Сердич, может ты просто возьмешь фонарик Я вот возьму вот просто вот эту штуку И просто покажу Какая она Все Вот мы открываем пробку Открываем пробку Вот она И смотрим Да Дело в том, что вот эта хреновина Она просто видишь Она является частью Я так понимаю Нет Давай Мы не будем ничего выламывать Это часть вентиляции картера Ну если вдруг кто-то из вас Выламывал ее Скажите как потом Это все работает Я думаю, что нормально Если ее выламывать Где она тут идет Тут цепь Цепь шарабанькается А, ну она может просто масло Через пробку начать выкидывать Я думаю Вот эта плотмаска Ну когда открываешь Типа Чтобы от цепи Когда выкидывает Да, я думаю Что здесь Эта плотмаска Именно для этого и создана Ну да Здесь в принципе все хорошо Ну я очень рад В каком состоянии мотор Да, и кстати для людей Те, которые говорили Что открутите вот этот вот Вот эту вот крышку А, да, да Для того, чтобы залить сюда масло Посмотрите Если вы открутите вот эту крышку Вот эту крышку Можно я поору? Да, я поору Да, поори, поори, конечно А, очень много Еще когда Мы этого шкодника обслуживали Еще на стол Давным-давно Давным-давно Да, когда я еще был Не таким старым И я радовался Когда я беру ключи И прикасываюсь к автомобилю Сейчас это уже далеко не так Я могу закрытыми глазами Разобрать, собрать Затем 54 112-й мотор Классический мотор Волговский мотор Но я делать это уже не хочу Но Дейл А сегодня я вообще Сюда лезть не хочу Ну так вот И когда я начал Вот эту штуку разбирать Нам все говорили Снимите А я даже Травников говорил Да, для масла заливайте Который на дилер работал Отверните вот эту штуку И масло зальется И я ее отворачиваю Охреневая Потому что здесь вот внизу Всего-навсего Вот такая вот Маленькая там дыра То есть еще меньше Раз в 50 Чем вот здесь Да, единственное Значит фак лайф Воронку поставить Ну тут все равно Да То есть лучше чем придумал дилер Сюда чпав Эта штука с воронкой Не придумали Да, да, да Так и есть Поэтому это не лайфхак Да Далеко не лайфхак Все, осталось что В принципе все обратно Соскидать Да, сейчас все замыть Да Все обратно соскидать Подождать пока встанет герметик 40 И все и можно запускать Да И пусть еще трахтит Соточку Соточку Вот соточку протрахтит будет Я буду прямо А потом РАВ4 Нет Что нет Это же не тебе Тогда можно Главное что не мне Просто это же не ломается Наш божественный Ответ Да, да, да Как у нашего подписчика Пацаны Боевое говно Мотор Все пустые Директор Александрович Пожалуйста Помоги Пришли мотор Мы знаем где взять тебе Хороший новый мотор Где? На РАВ4 Когда ты его А, да Я знаю Где тоже Так, ну что Пробная прокрутка В принципе Все хорошо Все работает Все замечательно Обратите внимание На натяжитель Да Как глубоко ушел обратно Казалось бы Всего-навсего Один зубик Небольшой Наклеп на шестеренках Верхних И износ нижний Да Такая разница А там выход был 10 миллиметров Офигеть просто Да Теперь качество Да Осталось немножко Сейчас всю эту штуку Соберем Там есть мерседес Пойдемте покажу Очень интересно Только по запчастям 700 Чего? Да Смотри Сергеевич Какой красавчик А? Бошечки Красный гермитос Серьезно Да, да, да Красный герметик Да, да, да Это же бред Полный В смысле прокладки же есть Ну вот так вот машина Приехала Понимаешь Вот так вот машина Приехала Кто-то где-то Что-то В общем смысле Это получается Что он уже Соберем Нет Кто-то делал двигатель Смотри Видишь Все сожрано Да У него развалились Развалились башмаки Серьезно? Вот башмаки Вот башмаки Башмаки развалились Упали в картер Забили Маслоприемник Масляного насоса Началось масляное голодание Со всеми вытекающими Оттуда последствиями И все Приехало А Моку тоже привет Да Все привет Всему привет Слушай На самом деле При всем Притом не косил нормально Но там болты подвытянутые И резьба в блоке Там во всяком случае В одной шпильке точно Но наверняка и другие тоже Качественно кто-то сделал Кто-то старался Только почему-то Одна башка красный герметик Другая черный А это делали разные люди То есть это один сервис Вот Это другой сервис По-братски Как бы По-братски Что-нибудь Недорого По-братски Но это бред Это вообще шляпа Сделали же Интересно Долго он отходил вообще После такого ремонта Ну реально интересно Ну все Здесь только Здесь только пихло менять Тогда Проще Мотор поменять Проще Ну только по запчастям 700 Так мотор сколько стоит 300 максимум Ну 273 Не знаю Надо посмотреть Ну чисто Для саморазвития Красота Пушка Мерседес Нравится Нравится Торжество краевого Ну а что делать А так тачка огонь Да огонь Мощная Мощная Такую бы только новую Их уже нет Я знаю Но такую бы только новую Пожалуйста 2-2-2 Цвай-цвай-цвай Настал момент истины Налили мы масло Тарас Сергеевич Запускай бибику Ну во всяком случае Запустилась И работает Да Красота Запустилась С этим все хорошо Да Я хочу Сказать кое-какие ремарки Руслан Прости пожалуйста Сейчас мы нашим подписчикам Расскажем Обратите внимание Помимо прочего Мы поменяли свечи Вот эти свечи Я лично покупал Значит свечи прошли 50 тысяч километров Отличные свечи 50 тысяч километров Да Но соответственно Было принято решение Посмотреть сколько отходит оригинал Потому что купили оригинальные свечи Они кстати не сильно дороже Там что-то по-моему на 50 рублей Или что-то такое Ну это вообще не деньги В общем ощущение дороже Да Значит обратите внимание Проверьте подлинность Мы значит сколопываем Сколопываем И тут Может какая-то лотерейка Еще что-нибудь Проверьте уникальный год на сайте Через мобильное предложение Путем сканирования QR-кода Будем проверять Давай это оставим На откупом подписчикам Пускай они Уважаемые наши подписчики Да-да-да Посмотрите пожалуйста Правильно ли мы купили свечи Ты сейчас как у нас Поближе Чтобы было проскеркот Вот такой У нас нет Мониторочка Мы не видим что снимаем Но я поближе Поверьте Несколько вариантов Хоп 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 Самые внимательные Смогут поставить на паузу Да И посмотрите Оригинальные свечи Это или нет Так или иначе Все Готово Да Это хорошо Я рад что мы это сделали Но я думаю что Итоги мы подведем В финалочке Потому что Есть что сказать Это хорошо Да Черт побери Шкода Симпли клевер Симпли клевер Даже еще два Чистителя тормозов Осталось Это хорошо Поскольку Прошлые две недели Наших приключений Мы посвятили Исключительно Разрушения Да То есть На самом деле Сейчас наступает Момент созидания И Давайте подождем Все таки Некоторые попки Староверов Которые Верят в то Что Когда Машину Ставишь на передачу На ваге Цепь растягивается Мы сегодня Популярно вам Объяснили Показали Ты это проспал Мы сегодня Вам популярно Это объяснили Показали Хорошо Теперь уже Немый Теперь я Популярно вам Это объяснил Показал Что это не так Пожалуйста На это Не введитесь И действуйте Только в рамках Регламента Ну регламента Замены цепи Шестерен Есть вещи Которые менять Обязательно Есть вещи Которые менять Не обязательно Вот например Натяжитель Цепи масляного насоса менять не обязательно так или иначе я надеюсь это чахотка еще какое-то время поездит а потом да и настанут лучшие времена всем мир и добра удачи 20 кончится обязательно закончится как разрушением или созидание главное чтоб следующий год был созидательским они разрушительным последний такой же конченый год был ром 12 лет назад паракончик как раз времечко уже подходит все господа давайте в конце этого года созидать потому что как новый год встретишь так его и проведешь всем мира добра удачи на канал подписывайтесь всем мира добра удачи пока шкода пушка экономичная между прочим отличная тачка по сергеич он такой молодежь ничего ничего пройдет еще совсем немножко времени мы третий посад захочет